соответственно но действительно есть зона коры которые занимаются тем что обрабатывает звуковой сигнал и производит соответствующие интеллектуальные объекты сейчас у вас в голове есть интеллектуальные объекты мои слова я не произношу слов вы понимаете да но я по колеблю воздух ну вот если колебание воздуха можно назвать словами значит слова есть у меня в голове да это знаки которому я обозначаю те или иные свои состояния и понимания какие-то значения и они появляются у вас в голове после того как ваши височные височных долях соответствующие распознавание сигнала произошло потом все дальше пошло высшее корковое дело и превратилось в речь которую вы можете интерпретировать вот но я не говорю слов вы не слышите слов даже там кто-то на всех уровнях создаются интеллектуальные объекты каждое слово которое произношу это интеллектуальный объект который возникает в вашей голове потому что я таким образом потолкал воздухом вашу барабанную перепонку улавливаете да вот во мне и слова вас есть слова посередине нету слов да поэтому когда мы говорим в методологии мышления как говорит о мышлении то она предполагает что этот вот расчетный сервер использует одну и ту же решает одну и ту же задачу собирает интеллектуальные объекты из того ссора когда вы знали из какого ссора рождаются стихи значит вот из этого ссора раздражителей наши корковые отделы создают интеллектуальные объекты нам они могут казаться к разными мы можем говорить что мелодии это например не мысль да но это просто мы так придумали с точки зрения мозга точно такая же нейрофизиологическая реальность создание им соответствующего объекта который нами уже потом вторично как бы воспринимается потому что мы предполагаем что у нас есть кто-то кто это воспринимает его тоже нету но в общем это все не противоречие это парадоксы значит в академии смысла мы пытаемся заняться мышлением и взять под контроль мозг именно как аппарат по созданию мыслей в этом смысле противоречие играет очень важную роль для того чтобы мы начали схватывать вообще эффекты собственного мышления самом деле таких механизмов не так много вот озадачивание например или вот противоречие значит что же такое противоречие если представлять себе это как-то ну как-то представлять себе короче значит я вам сейчас рисую полушария это типом и в разрезе в таком фронтах вот у меня разрезали да значит вот корковые такие эти отделы значит теперь давайте вот что мы себе представим значит как вам лучше это есть вот так буду объяснить значит смотри ну все мы с вами уже знаем что у нас есть значит вот стволовые структуры сейчас нарисую мозг еще с другой стороны фронтами корковые отделы мозжечок подкорковые структуры ствол мозга значит что мы с вами знаем мы с вами знаем что у нас есть стволовые структуры нету стволовые структуры где у нас возникают с вами ретикулярная формация производит просто некое напряжение это некое напряжение попадает соответственно в подкорковые структуры в эти вот и здесь она обретает специализацию то есть она здесь делится как бы на три части это то что связано с нашим инстинктом самосохранения иерархическим инстинктом и инстинктом продолжения рода и здесь это нервно-психическое напряжение поступив подкорковые структуры обретает свою такую специализацию дальше уже отсюда она как бы сказать направляется в корковые отделы и мы используем горковые отделы которые создают для нас реальность самую разную материальную вот социальную и прочее прочее для того чтобы удовлетворить эти наши потребности значит теперь представим себе что мы взяли вот этот мозг в разве и говорим себе дорогие друзья вот например я я например человек хороший мне это важно зачем потому что вместе иерархический инстинкт мне нужно думать про себя как про хорошего человека да мы же я хороший человек на вот дальше нам говорят значит и хорошие люди будут помогать несчастным которые валяются на улице нуждаются нашей помощи да и мы говорим сейчас уже исследование из области социальной психологии мы говорим конечно у нас активизировалась вот это вот эта часть да мы хорошие все мы пойдем по вообще просто всех расцелуем этих валяющихся значит потом мы идем и они валяются речь по сути идет об одном и том же кто-то валяется на вот но в этом случае активизируется уже вот этот инстинкт сам сохранения потому что валяющиеся люди на земле не вызывают ощущение эмпатии понимаете безопасности во первых они могут быть заразные они могут быть вас же работают инстинкты не забудьте все-таки от природы созданы эта ситуация нетипичная любая нетипичная ситуация нас напрягает и как бы сказать отторгает и дальше получается что у нас мы говорим про валяющихся на земле людей да и в том и в другом случае вы же к видите что он валяется вы же продолжаете понимать что это валяющийся человек да ну вот но дальше у вас голове возникает другой нервный центр другое возбуждение до связано и как бы с этой же идеей валяющихся людей но есть только вас комфортных ситуациях спрашивают будете ли вы помогать несчастному все добрые самолетяне как только оказываетесь в ситуации что происходит не надо нам да и вот собственно говоря вот эта конструкция цвета не хватит как черного и есть наши противоречия когда у нас по одному как бы и тому же вопросу возникают две противоположные точки зрения значит не эти точки зрения в нас прекрасно соседствуют и мы не испытываем никакого дискомфорта потому что когда нас здесь спрашивают мы одну ситуацию отыгрываем к она здесь спрашивать на другую ситуацию отыгрывать например а вот теперь начнется мучение значит угрожая покончить с собой человек просто сантажирует окружающих утверждение значит те кто согласились с этим утверждением 35 процентов говорят что у них были случаи когда они сами вас просматривали возможность самоубийства как возможный выход из травмирующей ситуации чувствуете противоречия нет я говорю покончить с собой просто шантажирует при этом в 35 процентах я говорю я хотел по серьезному так просто шантажирует или по-серьезному хотел вот или из них еще 25 процентов предпринимали попытку самоубийства те которые просто шантажирует загадочно если человек говорит что никогда не покончить с собой он скорее всего никогда этого не сделает но тоже вариант шантажа до бывали случаи когда я сам рассматривал самоубийство как возможный выход из трудной для меня жизненной ситуации 47 и 6 десятых процентов никогда не сделают но рассматривал всерьез и при этом 33 действительно пытались судя по их самоотчету я думаю что самоубийство это тяжкий грех бывали случаи когда я сам рассматривал самоубийство как возможный выход из несложно для меня жизни ситуации 41 процент 15 попытались кстати если человек пытался покончить с собой он уже не нормальный разумно бывали случаи когда я сам рассматривал самоубийство как возможный выход из сложной жизненной ситуации 45 процентов совпадения 9 процентов пытались если человек решил покончить с собой то он это сделает и ничего его не остановит бывали случаи когда я рассматривал но что-то ведь остановила уже заполняет тест 46 процентов совпадений и 15 попыток наши мысли о чем-либо полны вот искать все дискурсивной массы откуда мы набрались этих мыслей как вы видите это все шаблоны грех значит иногда ничего другого нету тебя запытают значит фашисты в этом как его в бункере ты просто должен героически съесть яд и так далее ну как у нас куча всякой мути в башке мы ее из культуры понапихали да дальше у нас любым понятием связано любовь работа суицид секс я не знаю свободы и так далее накручена куча всяких разных мыслей и дальше в зависимости от ситуации производится те или другие и даже если нас просто начнут опрашивать то мы никогда не дадим стройные ясные картины объяснения этого явления со своей стороны вы из нас посыпется куча противоречивых мыслей да если человек зачем мы проводили это исследование мы проводили для того чтобы сформировать стратегии превенции суицида до их предупреждения и конечно чем у нас как более депрессивный больной тем у него больше один полюс темный да и меньше светлый то есть вот количество мыслей до возникла условная до суицидальная доминант депрессивная доминанта человек собирается покончить собой думает об этом у него меньше мыслей что это грех меньше мыслей что это шантаж мы с меньше мысли что это там не правильное решение и так далее так далее вот то есть вот какой-то нервный психический очаг возникает и он поток под подтягивает к себе или актуализирует но те мысли которые ближе по как бы сказать для того чтобы я сделал то чувачок требует от меня это фундаментальное свойство мозга по одним и тем же как бы сказать вопросом иметь противоположные суждения это наш крест вы никогда не про что не будете думать никогда не про что не будете думать однозначно не можете вот потому что вы можете видеть только одну мысль но у вас есть и все остальные центры которые просто сейчас они есть башки вы просто не актуализированы изменится ситуация и она будет меняться значит вот весь мы просто говорим про суициды да вот это очень классическая например форму на чек принимает решение суициде все там и так далее так далее так далее но вот но мы наблюдаем колоссальное количество случаев значительно больше половины когда приняв решение о суициде совершая готовить суицид он все-таки делает что-то что делает возможным спасение но то есть он это делает за какое-то время когда придут в квартиру он знает что придут значит их там как бы сказать значит и пишет записку на столе а вот ну какие еще да ну например пишут прощальную смс q и отправляют и чую отправлять ну напиши на бумаге отправляют и я все до свидания то есть он еще живой и все могут предпринять действия по спасению правда значит да то есть мы даже в любое наше действие которые мы уже собрали сделать он все равно будет себе содержать себе обертана вот этого противоположной части нашего дискурса это теория то что касается практики если вы сталкиваетесь с ситуациями в которой вы не знаете вы ощущаете тупик да значит вы просто думаете про нее неправильно нам нужно придумать другой способ думать про эту ситуацию для того чтобы увидеть какой-то другой способ сборки этого этой этой истории значит соответственно мы я говорю давайте используем эту зная известную нам механику работы мозга значит вот он знает мы знаем про мозг что если мы думаем что-то одно мы тоже точно так же думаем противоположное да и то и другое значит как мы можем воспользоваться этим знанием значит представим себе что мы думаем мы думаем вот так вот и у нас ничего не получается что сделать для того чтобы поменять ситуацию думаете или так или так у вас есть два центра в мозгу нервно-психических вот такой и вот такой этот возникает в ситуации а этот все возникает ситуации бы и то и другое не работает задачи значит что мы говорим значит давайте заставим свой свое сознание да то что обычно лучше сознание у вас чуть лучше сознание такая фиглярская фигня такой лучик такой или сюда или сюда или сюда последний буквы или туда или сюда сейчас мы говорим окей дружок встречи и с этой штукой и с этой штукой и с тем утверждением и с другим дружок охреневает слегонца да вы все смеялись потому что думали что ответы участников моего исследования были странными парадоксальными да вот вы смеялись над собой вы понимаете да да вот но вы же этого не замечали потому что это же там другие идиоты мысли с противоречиями вы это мыслите конечно я понимаю я тут снимаю шляпу бы значит да значит и дальше мы говорим а давайте сведем все полюса дискурса в одну конструкцию и предъявим я его глупость как я вы знаете кто здесь там сидят все кто у кого было занятием по противоречию тут нету никого кто бы этого не знал значит есть стратегии избегания что делает я когда она увидела что они показали что это глупость да ну первый он значит они поскольку учатся в академии смысла и все должны быть разумными есть противоречия я обнаружил мы же учимся в академии смысла все на месте не волнуйтесь противоречия поставлены на карту блестяще на вот второе это но какая-то из этих мыслей должна быть правильным правильным ну безусловно одна из них точно а это вот какая-то наверно муть а это или нет или нет это когда мы пытаемся обосновать какую-то одну из них нет все-таки любовь такой жизни существует или нет и не существует ни при каких обстоятельствах любое из этих утверждений является ну просто подчеркнутым в культуре мучил да но мы говорим нет есть и я на пойду и вот просто вот пока буду отстаивать одну из мыслей что так же абсурдно как обстоит другую ну вот и третье это просто соскальзывание да кому думаем есть любовь нет а что сегодня на завтрак было значит вот это что такое на завтрак это значит еще один способ потому что ну как бы давайте как бы сказать наши я тихонечко не будет некомфортно пойдут вот с другой стороны когда вы можете действительно собрать у себя в голове увидеть два противоположных полюсу любого дискурса с которым вы имеете дело вы можете увидеть какие вы в действии можете предпринимать никакая формулировка правильная какая неправильная вы ощущаете автоматически в себе потребности которые это порождают эти размышления и вы видите какие действия в реальности вы можете совершить в противном случае вы будете находиться в бесконечном пробалтывание перепрыгивая с места на место находя аргументы и и прочие истории то мы все с вами когда влюбляемся мы находимся в горках мы думаем боже боже как прекрасно потом мы думаем ой 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 может быть это не она потом мы думаем ой точно она давайте много раз это сделаем вот потом там у чё-то как-то уже как-то может что-то можно было по-другому что-то как-то заскучали на вот а может надо теперь что-то еще нет сюда не завтра вот и все начинается внутренней муть вот и мы способны пробалтывать и проживать жизнью пробалтывая и потом обнаруживать себя у корыто у там разбитого значит где там они еще себя обнаруживают свариться в котлах вот это вот там всегда есть задачи здесь не произвести какую-то интеллектуальную интеллектуальное решение задачи не здесь не лишь не понять что правильно что неправильно задачи не получить объяснение задача ощущение собственную потребность то что вы на самом деле хотите и что все с этим будете делать все это процедура которая заставляет замолчать ваш шумящий дискурс вот который ну вот в случае поляризации его превращается в вашу просто такую внутреннюю инструкцию которая к сожалению никуда толком не идет потому что ни одна из них не является правдой мы всегда имеем дело только с моделями реальности они с реальностью как таковой если мы начинаем верить в модель реальности в свою карту реальности больше чем ну как бы саму реальность мы обязательно налажаем ну вот поэтому идея состоит о что если вы сталкиваетесь с проблемой если вы сталкиваетесь с препятствием значит то ваша задача состоит увидеть что вы про это думаете так и по-другому если вы так и по-другому думаете нету правильного суждения но есть ситуации есть факты есть обстоятельства есть потребность есть возможность делать что-то или не делать в этой плоскости реальность требует шагов вы не можете решив противоречие в голове изменить реальность вот наша задача представить нашему я его глупость как петр первый говорил там дабы глупость всякого видна была вот и ее значит ему предъявить его фрустрировать таким образом и заставить мозг озадачиться реальные ситуации реальные проблемы и начать ее решать вы все равно и не решите забудьте вас нет решить должен ваш мозг для того чтобы он начал ее решать он должен понять что ему придется это делать он способен это делать до тех пор пока вы его не заболтали вот задача справиться с этой ненужной болтовней и увидеть что вы должны делать и есть задача разрешения противоречия а не найти еще какой-то третий пункт два то есть но не подходит поэтому мы найдем 3 но на самом деле их там можно находить в бесконечном количестве задача в том чтобы ваш мозг понял что ни одно из объяснений которые вы используете не позволяет вам быть эффективными значит он должен пересобрать ситуацию ведь его иначе вы сами не можете это сделать поэтому вы ставите его в состоянии к он вынужден потому что ни одно из существующих утверждений не работает потому что ни одно из существующих утверждений не работает но если вы не хотите это делать то что вы можете это сделать